Приветствую друзья! И это продолжение рубрики ML Факты. И в опросе на следующий предмет побеждает коса коррозии. На нее больше всего было вопросов в комментариях. За 2250 золотых получаем плюс 50 к физ атаки, средний показатель предметов, плюс 400 к здоровью и увеличение скорости атаки на 15%. Тут все понятно. Быстрее, выше, сильнее. Пассивки. Их две. Первое. Коррозия. Базовая атака уменьшает скорость атаки цели на 10% и есть вероятность в 50% снизить скорость передвижения цели на 35%. Как это выглядит в цифрах? Скорость атаки Аллукарда единица и одна сотая, а скорость передвижения 260. Наносим несколько базовых ударов и видим, что скорость атаки снизилась до 92 сотых, а скорость бега до 169. Смотрим, срабатывает ли это на навыках. Проводим несколько атак навыкам. Нет, не работает. Теперь вторая пассивка. Урон от физической атаки возрастает с каждым ударом на 2% и держится 3 секунды. Максимальный стак 6%. Тут все просто. Проводим три атаки. Первая 273 урона, следующая 278, потом 284 и 289 в максимальном стаке. При первой атаке пассивка не учитывается, поскольку начисляется уже после нанесения урона. Показатели небольшие, но благодаря тому, что они процентные, их профитность увеличивается с максимальным закупом с упором на урон. Итак, кому может пригодиться этот предмет? К сожалению, я не могу в цифрах протестировать его на новом сане и узнать, все ли плюсуются отклоны. На нашем же сервере этот предмет подойдет любому автоатакеру для ослабления и задержания цели, поскольку пассивки предметов стакаются с навыками и с перками эмблем. Суть такова, замедляем, убиваем. На этом о косе все, пишите свои вопросы в комментариях, ставьте лапки и всем пока!